У вынеку выбуху на четвертом реакторе ЧАЭС радиоактивное забрудживание закрануло значную частку территории нашей краины. Як подлечить поздней на этих землях оказались 340 промысловых предприемств, деятельность большинства из которых была спынена одночасово зацелением ЖХРУ. Шкода, которую нашей краине нанесла чарнобыльская катастрофа, оценена у 235 миллиардов долларов. Гэтую сумму можно поравнять с годовым бюджетом Беларуси, помноженным на 32. 82% связано от этого ущерба, связано с затратами на преодоление последствий катастрофы. Где-то процентов более 10 связано с ликвидацией производств на этих территориях, связано с отчуждением природных ресурсов, в том числе сельскохозяйственных земель, которые выводились. Ну и процентов 5-6 это связано с упущенными выгодами. Колькость версий того, что докладно отбылось у ночь 26-го красавика на Чернобыльской атомной станции «Шмат», сегодня их наличивается больше за 100. Але на Вукова обґрунтованных только две – порушение правил эксплуатации уходе электротехничных выпробований и конструктивные недохубы, допущенные при узвядении 4-го энергоблока. Але чтоб не з'явилось опрычены аварии, наступства оказались саправды катастрофичными. Первые задачи – это эвакуация, отселение граждан, обеспечение производством нормативно чистой продукции на загрязненной территории. Это первоочередные задачи нами были выполнены. И в настоящее время поддерживается тот уровень, который в республике, в общем-то, достигли мы. Сегодня простры десяти годы после самой масштабной ухистории человечества технологичной катастрофы наша краина может с полным правом гонориться тем, что у непростых обставинах ее не только удалось справиться с наступствами Чарнобыльской аварии, але и набыть бесценны, хоть и вельми высоко оплачены в опыт. Ирина Вишневская, Юлия Хорошина, Ганна Ковалева, Дмитрий Радянко, Телерадо, компания «Гомель».